Октябрь по давно заложенной традиции встретил южноказахстанцев новыми ценами на автозаправках. Психологическая отметка в полторы сотни тенге за литр бензина АИ-92 преодолена и автомобилистам остается лишь гадать, каких еще высот достигнет стоимость топлива. Сегодня на городских заправках бензин самой популярной марки торгуется по 150-151 тенге за литр, по такой же цене отпускается и дизельное топливо. Впрочем, остаются заправки, где поменять ценники еще не успели. Спрос на бензин у нас большой. В последние два дня резко увеличилось число клиентов. На заправках подорожал бензин и многие едут заправляться к нам, потому что мы продаем его по старым ценам. Но как долго будем держать цену, не знаю. Как говорят специалисты, предпосылки к осеннему росту цены на топливо были заложены еще летом, когда в республике поочередно на плановый ремонт остановились Павлодарский и Атрауский нефтеперерабатывающие заводы. Учитывая то, что наша страна треть бензина закупает в России, где цены на топливо значительно выше, дефицит ГСМ пришлось восполнять за счет более дорогого горючего. Конечно, рынок диктует свое. Спрос повышается, естественно, цены уже тоже повышаются. Как говорится, много бензина, цены низкие, малый бензин, цены высокие. И еще есть такое опасение о том, что согласно Евразийскому союзу наши границы открыты. Есть, может, переток нефтепродуктов. Например, как в прошлом году, если помните, сразу резко подорожала цена на дизельное топливо. Из трех областей Алматы, с чем было, все наши области ушли, перевалило, значит, в Кыргызстан. Есть тоже такое опасение. На ближайшую перспективу прогноз специалистов также неутешительный. Стоимость литра бензина может вырасти еще на 5-6 тенге, что вполне вероятно вызовет и рост потребительских цен. Поэтому жителям области придется привыкать к новым реалиям. Как теперь ездить? Есть нефть? Сами выпускаем бензин. Но при этом цены на бензин поднимаются постоянно. Я думаю, это ненормально. От этого страдают все. Теперь все будет подниматься в цене. Стоимость бензина растет каждый день. Как ездить, уже не знаю. Пока терплю. Но если будет так продолжаться и дальше, машину оставлю. Можно же как-то следить за ценами на бензин. Примерно такой же точки зрения поддерживаются и специалисты. Один из выходов они видят в государственном регулировании цен на топливо. В течение нескольких лет правительство частично датировало закупку горючего. И это помогало сдерживать цены. Даниар Худайбергенов, Пельдар Жунусканов, Марат Давлетов и Ербулат Солтаев Информационная служба телекомпании Отрар Играет Абулат Солтаев Играет Абулат Солтаев Продолжение следует...